друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркетса где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента для того чтобы у вас было больше информации помогающей ориентироваться на финансовых рынках и принимать конкретные торговые решения ну что ж к повестке сегодняшнего экономического календаря сегодня стоит выделить предстоящие выступления главы европейского центрального банка кристин лагард который состоится в 11.00 по московскому времени это выступление в рамках проходящего сейчас в синдре в португалии форма где примут участие многие главы на мировых регуляторов и опять же по мере развития событий и дальнейших торговых сессий будут держать вас в курсе друзья потому что как правило на самых недооцениваемых на событиях могут а произойти какие-то прорывные движения на финансовых рынках и мы должны быть к ним безусловно готовыми за европейской валюты мы собственно как и всегда следим сейчас котировки 105 77 но собственно ранее я уже комментировал что ситуация с евро мне кажется крайне предсказуемой а сейчас учитывая что фундаментальный фон ухудшается макроэкономические отчеты с каждой недели с каждым месяцем вот так будет точнее становится все хуже и хуже это позволяет нам говорить о неизбежном приближении рецессии в том числе и в европейской экономикой потому что рецессии мы уже говорим в таких глобальных заходах и в контексте вообще всей мировой экономики евро останется под ударом не только из-за слабых макроэкономических данных но из-за еще укрепляющегося доллара на которой я каждый день делаю очень большой акцент и большую ставку частности текущие котировки по индексу доллара чуть ниже ста четырех пунктов очень вялое снижение в принципе можно сказать что индекс доллара продолжает консолидироваться на тех же уровнях что мы видели неделю назад это доказывает то что рынок сейчас в состоянии неопределенности рынок нуждается в новых фундаментальных триггерах очень хочется верить друзья что эти триггеры будут найдены покупателями индекса доллара еще до заседания американского регулятора потому что если все они ждут заседания американского регулятора но состоится в конце июля то получается что у нас впереди несколько недель у такой монотонной вялотекущей динамики я понимаю что вялые торги это то что наверное больше всего раздражает трейдеров приходящих на площадке особенно рынок форекс за повышенной на волатильностью но будем оптимистами если мы верим в рост индекса доллара соответственно нужно продолжать внимательно отслеживать фундаментальный фон а у нас достаточно на предлогов факторов и аргументов свидетельствующих о том что доллар будет расти напомню друзья что под конец прошлой недели вышел очень слабый отчет по потребительскому настроению от мичиганского университета слабым его можно назвать с натяжкой по сути мы видели рекордный обвал этого индекса и минимальные значения я уверен практически что такая тенденция может сохраниться и дальше и соответственно если попробовать порассуждать и оттолкнуться потребительских настроений и оценить перспективы сползания американской экономики в рецессию то все вот эти отчеты слабо они как раз приближают этот период очень непростых экономических времен в сша и опять же я сейчас не делаю снова акцент на ужесточение монетарной политики я хочу чтобы вы также рассмотрели точку зрения что доллар может пользоваться начать пользоваться большим спросом в период экономической неопределенности и особенно в периоды серьезных экономических а кризисных потрясений таких как глобальная рецессия которая может начаться в том числе из рецессии в сша поэтому друзья чем выше вероятности вот этого экономического спада тем больше на мой взгляд шансов у доллара сохранить за собой лидерство вчера немного нейтрализовали общий фундамент в плане макроэкономических отчетов данные по заказам товара длительного пользования потому что фактическая цифра показала прирост в прошлом месяце на 0,7 процента с 0,4 процента здесь как говорится не нужно говорить простите за тавтологию гоп потому что реально еще не перепрыгнули очень много отчетов на этой неделе и настроение могут также быстро ухудшиться американский регулятор остается предан своей безоговорочной агрессивной борьбе с инфляцией ставка снова будет повышена по данным инструмента fad watch сейчас оценивается 82 процентная вероятность того что ставку повысит на 75 байсных пунктов в июле глава фрб сан-франциско мэри дэли отметила что будет голосовать за повышение ставки на указанное количество байсных пунктов еще один представитель голосующих членов американского регулятора глава сэн-люиса буллард собственно даже отметил что если ставку не удастся вернуть в ближайшие месяцы к нейтральным значениям в районе четырех процентов то американская экономика себя по сути поместит собственно ручно в десятилетний период высокой и бесконтрольной инфляции чтобы не допускать этого конечно же со всех сторон звучат призывы что американскому регулятору нужно сосредоточиться сейчас не на экономических перспективах она инфляции и стараться использовать все все инструменты которые есть чтобы сбить индекс потребительских оцен тем временем международный валютный фонд понизил прогноз экономического роста сша с 3 и 7 до 2 и 9 процента я думаю что будет еще хуже тем более что даже мы с вами уже получаем и видим как можно огромное количество свете того что он экономический спад он практически не избежит в сша вывод который напрашивается сам собой я индекс доллара на может сохранить восходящую динамику потому что это защитный актив и чем хуже будет обстоят дела в экономике тем большим спросом он будет пользоваться и индекс доллара будет поддерживаться также идеей того что американский регулятор опередит все прочие центральные банки по темпу мужеточения монетарной политики доллар гена 135 и 32 ждем 137 138 иен в частности начали мы эту неделю с отметки 135 и немного уже собственно выросли с этой валютной парой но это скромный просп в сравнению с нашими с вами ожиданиями доллар канадец друзья рекомендую шарти сейчас котировки 128 59 и основная причина это рост нефтяных цен 112 35 112 долларов за баррель по бренду это хорошее начало недели друзья но это уверенный шаг в сторону нашей с вами цели но нам нужно чтобы бренд подорожал до 120 долларов за баррель при таких темпах роста как мы видели вчера и сегодня эта цель может быть сделана уже в перспективе нескольких недель сейчас нефть покупает потому что пришли позитивные хорошие новости из китая в частности шанхай сообщил о том что окончательно удалось повредить очередную вспышку к вида новых ограничений особенно таких общенациональных локдаунов которые действовали еще месяц назад уже не будет соответственно можно рассчитывать на восстановление экономической активности и последующий рост спроса на нефтянку условиях ограниченного предложения запасы статистических резервов сша достигли минимального уровня с 1986 года но и понятно ведь штаты за очень короткий промежуток времени вынуждены продали почти 7 миллионов баррелей нефти чтобы попытаться остановить рост цен на нефть но не вышло потому что котировки снова растут и цены на топливо логичным образом повышаются спрос остается повышенным мы ждем друзья заседания опек на этой неделе завтра встречи технического комитета и в четверг уже встречи на министерском уровне я уверен то что новых условий сделки и согласование более высокого объема нефтедобычи мы не увидим поэтому рынок по итогам заседания опека в качестве итога для всех останется в дефицитном состоянии я рассчитываю на то что уже концу этой недели бренд легко может добраться до 115 долларов за баррель и золото 1825 ждем этого решения по эмбарго на поставки золота из россии это инициатива обсуждалась на встрече стран большой семерки сегодня вроде бы как должно быть официальное заявление россия это второе повлечение производитель золота в мире на нее приходится почти 10 процентов всего производства этого актива кто-то считает что реакция будет ничтожный кто-то говорит что напротив значительный ну я выбираю консенсус и полагаю что если решение об эмбарго на поставку золота будет принято то рынок нефти вполне может отреагировать ростом на 20-30 долларов легко и цель по золоту на конец этой неделе амбициозная 1880 1890 рискованная сделка друзья но моргана форекс и вообще финансовые рынки это то что всегда неразрывно связано с риском этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока